Раздевалки, душевые, бесплатные туалеты и 6 метров от уреза воды для тех, кто не хочет пользоваться платным пляжным инвентарем. Арендаторы муниципальных пляжей в большинстве своем исполняют требования муниципалитета, понимая, что малейшие отступления грозят расторжением договоров. Чем посетители пляжей могут пользоваться бесплатно, отдыхающих проинформировал мэр Сочи во время обхода пляжей. Вот эта полоса должна быть всегда свободна. Она у них сейчас свободна, то что мы видим. Что касается шезлонгов, зонтиков, это все нужно платить денежку. Кто не хочет платить, тогда не может. Это такие требования по всему миру. Бесплатная услуга, это вот бичевника, который мне сказал, люди могут на своих полотенцах приходить, просто приходить, купаться, загорать все хотят. Бесплатно, душевые, ногомойка, раздевалка. Отдыхающие не против такого разделения услуг. Главное, что есть выбор и в целом пляжи в Сочи соответствуют уровню мирового курорта. Я удивлен. Я не ожидал. Потому что мы так завсегда были, когда и дети были маленькие, ну это уж там, ну не 40 лет, ну 30 лет назад, там, да, вот это. Все время в Крым, в Крым, в Крым. Ну привычка такая. Там как-то с пляжами гораздо хуже. Они такие узенькие, маленькие, в общем проблемные, да. А тут я не ожидал. Всего хватает, пожалуйста. Хочешь тебе качели, хочешь лежаки, там, все есть. В общем, хочешь там бесплатно, пожалуйста, ложись там, хочешь денежку плати. Я, честно говоря, поражен, поражен. Несколько хуже обстоят дела с прилегающими к пляжам прогулочными зонами. Да и сами пейзажи в отдельных случаях оставляют желать лучшего. Так, картину на пляже санатория Кудепста портят остатки заброшенного аэрария. Аэрарий надо или восстановить, или снести, указал глава города представителям собственника. Ряд вопросов возник и к предпринимателям, эксплуатирующим пляж санатория Волна и соседние муниципальные пляжи. Здесь необходимо установить еще одну вышку для спасателей, а также навести порядок с торговлей на прилегающей территории. К претензии к облику торговых точек высказал глава города и на соседнем пляже Бриз. А у входа на пляж санатория Голубая Горка мэр города напомнил персоналу, что закрытыми могут быть лишь пляжи санаторий в силовых структур. В случае, если пляжная территория закрыта, отдыхающие могут обратиться к участковому, который составит на нарушителей административный протокол. Первый этап – это предупреждение. Второй – протокол за неисполнение требований и арест на 15 суток. На ручей видны мы можем ходить местные жители? Можем? Там пропускают свободно. Если вдруг пускать не будут, сразу же. Вот участковый сейчас вернулся, он составил 19.1 по санаторию, который у вас тут находится, который, если как, он, Газпромовский. Они у нас уверили, что нет такого, чтобы не пускали вообще людей. Я говорю, ну мы если выявим, то будет статья 19.3 участковый составит. Это будет арест и выполнение законных требований угроза власти. Спасибо за такие порядки. Если у вас, предположим, пляжи доступны должны быть для всех. Платить надо за шезлон и санаторные точки, кроме Министерства обороны, кроме МВД, кроме ФСБ, кроме СВР. Все. Все остальные свободны. Пляж Голубой Горки сейчас открыт для всех желающих, как и пляжи большинства других здравниц. Тем не менее, глава города поставил задачу провести с руководством санаторно-курортных комплексов разъяснительную работу. Галина Моисеева, Инга Габешия, телекомпания ФКТ.